Здравствуйте, заглянувшие на мой канал. Продолжим анализ Слободяновского маразма и циничной лжи. Пока Терхановий, то бишь Сусанин, продолжает вас таскать по болотной трясине, в перемешку со песчаной и знойной пустыней, я вас немного опущу на землю обетованную, тем более, что следует немного упорядочить то, что я вам показал уже в пяти выпусках предыдущих Слободяновских грез. Если кто не понял или уже подзабыл, то все мои показы, опытов и демонстрации по магнитному взаимодействию направлены убедить упоротых единоверцев Слободяновского развода, что подобный якобы вечный двигатель, как киловаттный, так и десяти, невозможен в принципе, так как даже если в воспаленном беду представить, что там есть некая сверх единица, то толку с нее добиться невозможно. Максимум это может служить только образцом невежественной иллюзии, даже если закрыть глаза на мои убедительные непривержимые доказательства фейка, которые я уже четыре месяца пытаюсь вбить пустотелые головы. Но каждый раз приходит очередной хоме сапиенс с атрофированным мозгом и уровнем тупого гиббона, показывая отсутствие здравого смысла. Вот я показал несколько конкретных видов взаимодействия магнитных полей, как с постоянными магнитами, так и катушками. Привел конкретные замеры. Хоть кто-то за эти месяцы смог, ну хоть однажды опровергнуть, улечить или продемонстрировать обратное. Ни одного, абсолютно совсем ни единого аргументированного доказательства. Ну, блеяния инфузории, которые тупо общаются матом и некой гнилью, не приводя абсолютно ничего по теме. Я в счет, конечно, не беру. Тем не менее, в перемешку с дальнейшим последовательным разоблачением магнитных моторчиков, я буду дальше продолжать показывать опыты с магнитами, чтобы недоученные хомячки смогли наконец сложить в школьные знания свои прокуренные головы, когда вместо физики они укуривались в школьных сортирах. Вот магнитный реквизит я сегодня задействовать не буду. И про это тоже. А наконец, вплотную подойду к главному слободяновскому разводу мирового значения. Это все про тот аквариум с бутафорскими магнитами на пластиковом барабане, и за показом которого так триумфально ездил Тирха в Южную Корею. И это гордое шествие по всей планете в позе альфа-самца. Когда он еще только собирался перед этим ехать в Турцию со слободяном, я на разных каналах писал, что все это будет гнилым фарсом. А ничего и никто реального и конкретного не увидят. Помните, как Тирха распинался про 30-копеечный бензин? А что было после неудавшейся поездки? И когда он уехал в Корею, я все равно утверждал, что будет сплошной развод. И это вышло. Правда, для совсем атроферных идиотов, как оказывается, было наивысшей точкой наслаждения наблюдать, как их в тупую разводит банда аферистов. Но для почина с бесполезным аквариумом я вам проведу небольшой анализ того, как уже более двух лет для всего мира слободян создал ложный сайт по продаже пустышек. И от которого до сих пор хомики писаются кипятком и приводят как аргумент легальности. Давно хочу обратить внимание многих хомячков, которые просто восхищаются этим сайтом. Вот на это все торжество идеи. Вот вам, пожалуйста, вечный двигатель, вечное тепло и тому подобное. Прикалывает то, что все в это люди верят. Даже представьте себе, вот прошло больше двух лет, все это одно и то же висит. Кто-нибудь видел в живую вот эту конструкцию. Да и это тоже. Видели только что? Да, видели сайт, на котором все вот это накручено. А теперь посмотрим вот на этих петушков знаменитых, точнее вот этого главного. Тут еще одного петушка не хватает. Сами понимаете кого. Еще одной обезьяны, которая врывала рубаху на груди и кричала на весь мир. слободян, гений, красавчик. Ладно. И обратите внимание. Вот это я вам сказал уже. Это компьютерная графика. Это все нарисовано. Вы не верите? И вот эти все цифры, все эти мощности, цены, параметры, размеры. Это все нарисовано. Графики. Никто никогда этого не делал. И этого в природе не существует. Я могу с любым хомячком устроить пари по этому поводу. Хоть на штуку ваксов. Давайте ребята, раскошеливайтесь. Я вам докажу, что это все фуфло и сплошной гон. Нет, но люди верят. Звонят туда, пытаются заказать. Вот это чудо инженерной мысли. Это ж надо так заразить мозг людей, чтобы они верили. А в итоге что? Что вам всю жизнь показывают? Вот с этих несколько лет. Вот этот вот фуфловый аквариум, в котором ничего на живого нету. Это тоже все бутафория, цирковое представление, реквизит. Что может что-то не так я показываю? Смотрите, это все чертеж. Ну правда сделаны в 3d графике. И вот это вот смотрите внимательно. Это графика. Это не фото. Это не скрин. Это просто графика. Нарисованная при помощи компьютера. Есть там один кореец у них, который этим балуется. Видите? Все графика. Внимательно смотрите. Все же видно. Для каких это даунов специально показывается, что они в это верят. Это что по-вашему провода? А это что за конструкции такие? Они что настоящие? Батареи. Самое главное. В вечном двигателе должно стоять батарею. Ну вот тут очень хорошо видно. Просто прекрасно видно. Для самых слепых я уже не знаю куда слепее должны быть. Вот смотрите. Это же графика. Нету здесь. Нету здесь ничего живого. Это никогда не воплощалось в железо. Это никогда не было в металле. Просто нарисовали, поместили на сайт. Смотрите, любуйтесь. Какой я прекрасный гений. И платите денежки. Донатики и тому подобное. И привлечение инвесторов. Есть же лохи, которые ведутся на это. Вот обратите внимание. Неужели это похоже на живую картинку? Для кого она живая? Вот живая картинка. Вот она, натура. Кто еще верит в то, что это должно работать? Вы думаете, оно работает? Ну конечно, мечтаете, мечтаете. Будете подписываться. Будете лайкать. Лайкать. И будете писать много-много комментариев, чтобы поднять мой канал наверх. Чтобы видели это все. Я вам все подробно расскажу и опишу. Разберем этот аппарат до винтика. Посмотрите, что там внутри и что снаружи. Так что давайте. Но особо меня смешит просто Дейкоте. Один из главных словоблудов. По теории вечных двигателей некий Юрий. Точнее, Сириус Сотик Техника. Помню его потуги с магнитами и деревяшками более двух лет назад. Такой детский лепет. Правда, потом хомиком задвигал уже как бы высшие материи по электронике. Такого гуру себя корчил. Что некоторых прямо на Клаву тошнило. И ведь сколько желающих находилось весь этот шизоидный бред слушать про то, как им надо напрячь мозг. А они такие тупые, что никак не напрягаются, чтобы познать истину, которую он познал еще со времен, наверное, проживания в утробе. Я уже говорил в одном из выпусков, что он своим бредом про вечные фонарики, основанные на феррорезонансе, меня было сподвигнул собрать на него доказательную базу, что он просто банальный разводчик кроликов. С моторчиками вообще бред. Это вообще, блин, поражаюсь. Насколько тупо может человек мыслить и настолько быть наивным, чтобы вот это топить вот про таких всяких шизоидов вроде его же самого. Но это все не главное, что я его наконец зацепил. Главное, что он с яростью топил за Слободяна. И самый главный аргумент, нет, не секреты получения свободной энергии всяких пустых барабанов, и не просто теорию эфира или какой-либо материи. Нет, самый весомый аргумент, что столько бабок было вложено в эту аферу, что априори теперь аферой быть не может. Вот что это за чудо? Что это за диетизм? Фейсбук Андрея Терфья. Он тут скинул очень много видеоматериалов. Ребята, сейчас я не буду объяснять на уровне соплей, я буду объяснять на уровне здравого смысла людям, которые не понимают, о чем это идет речь. То есть давайте отличать нормальных людей, кремлеботов, и тех, кто слушает кремлеботов, и тех, кто слушает нормальных людей. То есть надо определять этих людей как таковых. Давайте посмотрим на всю вот эту установку. Давайте посмотрим на Андрея Слободяна, что он тут у нас опубликовал. То есть, ребята, вопрос там такой, для тех, кто еще не верит. Задумайтесь, ребята, сколько стоит вот этот вся набор деталей, обработка капролона, вот этого всего. Сколько стоят каждая деталь, каждая вся вот эта штука вместе взятая? Вы что, думаете, она стоит 10 тысяч, 15 тысяч долларов? Это должно просто обязательно работать. Я это как бы специальный видеоролик записываю, потому что очень много людей, которые не понимают. Хорошо, давайте я вам пример приведу. Предположим, у меня есть вот этот БТГ, ребят. Вот предположим, я его собрал. Предположим, я Андрей Слободян. Как вы считаете, что я буду его продавать 10 тысяч долларов? Оно не стоит даже 100 тысяч долларов. Оно даже миллион не стоит. Потому что, если я один этот приобрету, я уже буду знать, как оно работает. И насчет того, что люди говорят по поводу какие-то программы, защиты. Так что, по версии этого чудика, вложенные бабки уже сами по себе просто обязаны генерить свободную энергию и давать ток в недоразвитые районы или хотя бы в недоразвитые мозги аборигенов. Вот так разводят и хомячков, и кроликов. Ваш великий предводитель секты, тирханоидов, ушел в полную несознанку и как страус спрятал голову в песок. Правда, птичка не в курсе, что вместо песка настоящий бетон и куриную голову он себе расшиб в дребезге. Вот такие гениальные эксперты, которые год покрывают ваш мозг спорами отборной плесени. И вот такие, как они отняли ваше время, вашу надежду, ваше сознание. Нет, надежду они сперва дали, когда вовсю распинались о различных фейках, даже приблизительно не понимая, как это могло бы работать. Но зато грязными потоками лили лживую демагогию, раскручивая дикую истерию про жадных нефтяных магнатов, идиотов, ученых и гениальных одиночек с тремя высшими образованиями, которые покоряют весь мир своими нестандартными и противоречивающими всем законам мироздания и устройствами. Ура, ура, гением, несущим нам отопление в жилище и дармовое электричество. Так вот, единственное, кто получил эту бесконечную радость, две тезки Слободян и Тирха. Правда, Тирха только у него дворником подрабатывал и осенизатором. Там мусор подчистить, дерьмо убрать, все довести до блеска для упоротых идиотов, дабы веровали во Всевышнего Бога Андрюху Слободяна. И вот это все было направлено, чтобы зомбировать и атрофировать ваш мозг. Тот же Сириус. Но если ты такой умница и всезнающий гуру хомячков, ну давай, покажи экстракласс, разложи мои доказательства по полочкам, укажи, насколько я не прав и великий Слободян самый-самый великий. Но нет, этот тормоз топит про какие-то экономические интересы. Смотри, вот у нас есть один диск магнитов. Вот видишь, вот один, потом еще второй диск магнитов, третий, четвертый, пятый. Также у нас на каждый диск из катушек состоит еще вращатель из магнитов. То есть у нас получается один двигатель, второй двигатель, третий, четвертый, пятый. То есть у нас есть в определении то, как делается по Слободяну синхронный двигатель-генератор. Понимаешь, юмор-то в чем? То есть, получается, его система, она не только экономична, она еще получается еще и какая-то сверхъединичная. То есть, надо понимать, что... В общем, так, ребятки. Про киловаттный развод я еще не все закончил. В ближайший выпуск расскажу очень интересную историю и кое-что покажу. Ждите и готовьтесь. А хомики одевайтесь чистыми. А то, может, вешаться сразу, пойдете. И как я уже сказал в прошлом выпуске, что несколько меняю свою концепцию на своем канале. И теперь буду требовать от вас подписок, лайков и любых комментариев. Главное, чтобы мои ролики повышались в рейтинге и правда о мировом разводе смогла дойти до как можно большего круга. Иначе моя борьба со злом просто бессмысленна. Так как зло имеет безграничную фору и завирусовало мозг огромной массе. Пора принимать вакцину от зомбирования. Но тем не менее, все равно остаюсь при себе. Лично для меня, как и раньше, без различной подписки, лайки и комменты. А так, хотите узнать всю истинную правду по тезкам, слободяну и тирхе? Тогда подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, что попало в комментариях. Иначе всей шокирующей правды не узнаете. Смело пишите с моих роликов отрывки и используйте для своих целей. Конечно, единственное, корректно оставляйте ссылку на мой канал. А так, желаю здравствовать и сильно не печалиться. По-любому, вечный развод не может быть. Как веревочки не виться, а конец он всегда на горизонте. Поэтому всем благ и счастливо.